Отказаться от одобрения крупномасштабных санкций, которые может вести Совбез ООН против Ирана. С этим призывом лидер Исламской Республики обратился к президенту России. Махмуд Ахмадин Нижад отметил, что действия Кремля, претендующего на особые отношения с режимом Айатолл, являются неприемлемыми для Тегерана. Я призываю президента России не пренебрегать экономическими и политическими связями с такой значительной державой, как Иран. Если бы президентом России был я, ради благополучия своей страны, я не стал бы совершать необдуманных шагов против Ирана. Россия не следует считать, что кратковременное сотрудничество с США в ее интересах. Зеленый свет, который Америка показывает России, будет гореть недолго. Россия может оказаться в ряду национальных врагов Ирана. Поэтому я и призываю российское правительство воздержаться от действий, способных привести к такому результату. Иранский лидер не забыл и про своего американского коллегу. Он потребовал у Барака Обамы ни много ни мало отозвать предложение об введении новых санкций против Ирана и заняться изучением текста ядерного соглашения, подписанного с Турцией и Бразилией. США не должны упускать историческую возможность урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы путем одобрения и сделки по обмену урана на топливо для реактора. Иранский народ не предоставит Западу еще одного подобного шанса. В случае углубления санкций ООН Иран откажется от выполнения договора о передаче иранского урана третьей стороне. Махмуд Ахмадинежат обвиняет Москву и Вашингтон в сговоре. Однако причин побудивших Медведева поддержать санкции против Тегерана называть и не хочет. Впрочем, понять в чем дело не так уж сложно. Москва не наложит вету на резолюцию Совбеза в ответ на разрешение США на торговлю военными технологиями четырем российским компаниям, которые до этого были внесены Пентагоном в черный список. К тому же Кремлю не дают покоя и растущие претензии Ирана в отношении Каспийского региона. Несмотря на это, Медроссия резких заявлений старается не делать. По словам министра иностранных дел, окончательное решение по этому вопросу Москва примет после отчета представителей стран-шестерки посредников по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Эта схема отвечает интересам мирного урегулирования иранской ядерной программы. Поэтому мы исходим из того, что надо сделать все необходимое, чтобы она была реализована. Гарантий стопроцентных нет. Очень многое будет зависеть от того, как иранская сторона будет подходить к своим обязательствам. Если она будет им строго следовать, то Россия будет активно поддерживать реализацию предлагаемой Бразилии и Турции схем. Позицию Лаврова поддерживают и в Госдуме. Российские депутаты с заявлением Махмуда Ахмадинижада считают политической демагогией и добавляют, что Россия всегда будет действовать, исходя из интересов своего народа. До тех пор, пока не будет проведен этот анализ, до тех пор, пока не будут сделаны выводы, насколько это соглашение снимает озабоченности международного сообщества, вопросы к иранской ядерной программе, ситуация будет оставаться напряженной и будет в том числе продолжаться обсуждение возможных санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН. Поэтому, на мой взгляд, сейчас интересам Ирана, чтобы не доходить до вот этой крайней черты санкций, очень важно сотрудничать с МАГАТЭ. Россия на протяжении многих лет выступала против санкций в отношении Ирана, считая эту страну важным союзником по региону. Этот подход начал меняться в конце прошлого года, когда иранские лидеры отвергли план обогащения урана, разработанный при участии России. В настоящее время представители стран «Шестерки» обсуждают текст проекта резолюции о возможных дополнительных санкциях против Ирана, разработанного американской стороной. Уже известно, что этот документ поддержат Китай и Россия. Впрочем, рискнут ли супердержаву выступить против относительно маленькой, но очень опасной страны, станет известно уже в начале июня. Продолжение следует... Продолжение следует...